добрый день иду на дачу любуюсь осенними красками так красиво у кого есть девичий виноград такой красивый бордовый становится в общем прекрасный сегодня денек солнышко запах дымка проведу сегодня на даче это воскресенье ну что первым делом у меня сегодня по плану покрасить стол и наличники на окно баньки вот здесь на окошечко прибьем будут свеженькие беленькие нашла дома вот такую эмаль для дерева не помню что ты ей уже красила осталось и буду все освежать у меня друзья спрашивают почему вы красите осенью лучше же весной свеженькая я задалась сама этим вопросом потому что времени нет у меня весной на это а сейчас время хватает ну попробую следующий сезон исправляться и красить находить время весной мебель рома делал сам вот такой диванчик из поддонов и столик тоже а я зимними вечерами сшила вот такие внутри поролон сверху ткань габардин такие подушечки так скажем и на них всегда уютно и мягко ну приступлю к работе и так приступаю к черенкованию алисума вегетативного будет вот такой белый и розовый тоже буду черенковать белый уже была у меня практика черенковать розовый буду впервые сложность в том что у розового более такие короткие листочки ну посмотрим думаю все получится так беру буду укоренять вот таких мини парниках у меня остались от петуней с крышечками обязательно грунт взяла у меня фарт фирма должен быть грунт воздухопроницаемым хорошо рыхленький такой конечно в идеале типа агробалта грунт но вот я работаю в основном с грунтом фарта на черенкование буду брать черенки вот этого более молодого здесь потому что более такие молодые отросшие зеленые листики больше возможность набрать материала для черенкования так сейчас я поищу мне нужны вот такие отростки чтобы они были побольше сейчас нарежу такого материала и потом уже будем их укоренять и так вот посмотрите я срезала вот такой череночек здесь есть вот такие молоденькие начинающие расти росточки так цветонос я отрезаю у меня вот остается вот такая такой стебель с молоденькими росточками и теперь я их вот так вот втыкаю земельку здесь я отрезала молодой и вот так и вставляю в землю уплотняю вот вообще прекрасный тоже росточек втыкаем тоже этот молоденький сажаю достаточно часто потому что не у всех есть шанс что они укоренятся потом уберем все лишнее и вот так часто часто сажаю череночки нужно еще угадать со временем черенкование не запустить то есть а деревенелости вот видите этот он уже цветет облаком но молодой поросли очень 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 мало у него поэтому там посадочного материала очень мало нам так вот у этого вот посмотрите хороший росточек его мы тоже сейчас воткнем ну и вот так часто часто насажаю будет шанс что у нас укорениться как можно больше так затем мы польем все водичкой вот так и прикроем крышечкой еще важно чтобы было хорошее освещение можно еще полить каким-нибудь и стимулятором корнеобразования для черенкования и обязательно должен быть еще солнечный свет вот это время сейчас еще солнце достаточно яркая у нас квартирах я буду на подоконнике укоренять и поэтому большой шанс что прям хорошо укореняться ну теперь приступлю к отбору фиолетового алисума посмотрим что мы можем взять у фиолетового алисума так я отрежу вот этот основной росток допустим вот он он так здесь у нас ничего молодого нет мы отрезаем все вот эти остаревшие постаревшие так сказать отрезаем и вот наверное вот это я буду укоренять вот так вставлю все и прижму дальше что здесь здесь я возьму вот и такой росточек и тоже его втыкаю так вот здесь тоже возможно он даже и получше будет укореняться посмотрим так отрезаю снова помоложе вот мне нравится прям здесь молоденький такой вот его и возьмем сейчас вот эти отрежу сейчас мы заложим маточник пусть у нас будет немного кустика даже пусть 4 укорениться но это будут маточные растения которые затем мы также немного вырастив сможем укоренить и размножить и у нас будет много много рассады на будущее вот снова беру росточек и его укореняю вот эти мне прям прекрасно нравится здесь много молоденьких ну и получится так у меня 4 ряда всего теперь заберу это домой и посмотрим будем с вами наблюдать как будут укореняться отсюда из серединки пойдут молодые такие листочки и прям вы увидите как они заколосятся затем мы берем пересаживаем горшочек отдельно каждый укоренившийся черенок и уже ждем когда подрастет взрослое растение ну а теперь я взяла в руки свой рабочий секатор секатор у меня марки трупер поставщик центр инструмент у нас и поставляет нам их мне нравится способен хорошую довольно таки толщину срезать ну и иду обрезать малину делаем осеннюю обрезку пойдемте со мной кому интересно что я обрезаю осенью вот куст малины вот эти одеревенелые я буду обрезать под корень вырезать а вот эти более молоденькие стволы останутся на следующий год осенью мы только вот эту обрезку делаем а весной можно будет вот так еще подрезать и это даст дополнительный рост боковых побегов и следовательно больше урожай малины сейчас вот вот так здесь все вырежу буду убирать вот эти молодые поросли молодая поросль вот эту я тоже уберу так как она уже выходит за границу бордюрной ленты и вот здесь на газоне она мне не нужно то есть убираем еще и все лишнее что нам не нужно чтобы было все красиво в основном смысл в том что убрать от плодоносившие побеги и оставить вот эти молодые затем их пригибаем связываем подвязываем вот так в таком виде малина будет зимовать стол я покрасила сегодня посмотрите какой свежий вид сразу обрядный красиво получилось теперь можно будет и чай и любоваться чистотой хорошо получилось я довольна чего и всем желаю ну все на сегодня я работу закончила продуктивный день у меня сегодня получился собой довольна вам желаю успехов в работе на огороде пусть все получится хорошо и чтобы потом ничего не болело до встречи